Добрый день. Меня зовут Андрей Пианковский. Мы начинаем наш еженедельный субботний стрим. Сегодня я заглавил накануне. Ну, разумеется, накануне крупнейшего события, которое повлияет на всю историю 21 века. Это не привлечение. Я имею в виду, конечно, наступление украинской армии. Обратите внимание, как-то это не отмечается, воспринимается как обыденное, привычное. Но все, включая кремлевских пропагандонов, обсуждая перспективы войны, говорят исключительно о наступлении украинской армии. Обсуждается масштаб его успеха, одержит ли Украина решающую победу. Или, как вот надеются российские пропагандисты, которым спущен новый темничек, убеждать население, что да, будет какой-то успех украинской армии, но это частичный локальный успех. Он не решит исход войны в целом и так далее. Ну а где же возможные перспективы вот этой знаменитой второй армии в мире, которая накануне своего вторжения в Украину бросила вызов всему Западу, 30 странам НАТО, сказав им, собирайте ваши монатки, убирайтесь вон на границе 92-го года. Нет, они роют какие-то исторические для книги Гиннесса окопы, какой-то окоп в Запорожье длиной, я уже не помню, ни то 70 километров, ни то 700 километров, фортификционными укреплениями пересекают весь Крым. Как случилось? Что случилось с этими людьми, которые за пять дней собирались взять Киев? Они потерпели серьезнейшее стратегическое поражение уже в той войне, которую объявили Западу, они просто эту войну проиграли. Об этих планах уже никто не мечтает. Опять же, еще раз повторю, вершина надежды, ожиданий до самого Путина, это вот как, используя выражение военного преступника, пригожно вкогтиться, вкогтиться в какой-то новый кусочек украинской территории, чтобы продать всю эту катастрофу своему глубинному народу как почетную ничью. В этом, прежде всего, конечно, заслуга героических вооруженных сил Украины, героического украинского народа и серьезная помощь западных союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Без этой помощи трудно было бы перехватить стратегическую инициативу. Но вот почему с этой помощью сейчас, в решающий момент, возникают вопросы? Но они возникают не только сейчас. Я напомню, повторю, классический вопрос, который был задан украинской журналистской на пресс-конференции. Он очень прямое отношение к сегодняшнему дню имеет. Кстати, к вчерашнему Рамштайну, мы его тоже обсудим. Вопрос, заданный на пресс-конференции Байдена и Зеленского во время визита Байдена в Вашингтон, я уже точно не понял, по-моему, это было в конце ноября. Она задала вопрос, довольно длинный, но я его сейчас повторю. Господин президент, вот раньше в Америке все время говорили, что джавелины ни в коем случае нельзя передавать Украине. Но потом все-таки передали. То же самое говорили о Гаубицах, то же самое говорили о Хаймарсах. С большой задержкой, но это оружие было передано Украине. Сегодня, вот вы говорите, что пока нельзя передавать Патриотс. А вот скажите, когда они все-таки будут переданы? Ну, Байден не дал убедительного ответа на этот вопрос. Он что-то так неопределенное сказал, смысл которой был в том, что для нас очень важно сохранить единство стран НАТО. Ну, это как бы подразумевает, что мы-то бы вот, может быть, и дали бы скорее, но не все страны НАТО это поддерживают. Ну, если этот аргумент частично был исправедлив тогда, то сейчас это не так. Но обратите внимание на что? Тогда задавался вопрос, а передадите ли нам Патриот? Так с тех пор передали Патриот. С тех пор еще два этапа тех же вот процедур прошел. И с Абрамсами. Говорили, что Абрамса никогда нельзя передавать. Сейчас передали. Вчера вот согласован вопрос на Рамштайне об организации в Польше, ближе к украинской границе, ремонтной базы для танковой техники западной, включая и Леопарды, и Абрамсы. Передали тоже долго не передавали ракеты большей дальности для Хаймерсов. Их диапазон действия был 80 километров, но, наконец, передали, они уже действуют так называемые Ground Launch Small Diameter Bombs, в два раза увеличивающие диапазон действия Хаймерсов. И они покрывают сейчас почти всю территорию Крыма, но не всю. Не покрывают еще Севастополь. Для этого нужны либо ракеты ЭТИКС дальностью до 300 километров, либо другие ракеты такой же дальностью, ну, например, крылатые ракеты воздушного базирования, которые, может быть, уже переданы, а, может быть, нет. Никто не знает, с какими подвесками переданы самолеты МиГ-29, но известно, что у них есть подвески для западных ракет. Ну, вот опять, сейчас на этом вот этапе пока нет, находятся самолеты Ф-16, ну и вообще, в принципе, истребители западного производства, которые, конечно, необходимы Украине. Но, с другой стороны, мы знаем, что украинские летчики тренируются на этих самолетах, на Ф-16, на британских тайфунах, на французских миражах и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и в Польше, и во Франции. Ну, значит, скорее всего, они тоже появятся за штурвалами этих самолетов в украинском небе. Вот это перетягивание каната все время происходит. И, конечно, чем эти задержки болезненны? Об этом очень горько и очень откровенно говорил президент Зеленский в своем обращении 18 февраля. Ой, извините, 18 апреля, несколько дней назад. Это было обращение к нации, но по существу оно было и обращением к американскому руководству. Зеленский вьюз, что мы благодарны за ту помощь, которую оказывают Запад, Соединенные Штаты. Но почему это всегда происходит с запозданием, с оговорками? Цена этих запозданий, он напомнил американцам, цена этих запозданий жизни украинцев, жизни, тысячи, может, десятки тысяч жизней, и украинских солдат, и мирных жителей, которых не смогли прикрыть от ракетных ударов агрессора еще несовершенные украинские ПВО. Ну, этот сигнал, это послание было услышано, мне кажется. На следующее утро на сайте Белого дома появилась такая многозначительная фраза. Ближайшие недели, я попытаюсь ее дословно по памяти процитировать. Ближайшие недели и дни будут критическими до Украины. Мы постараемся обеспечить страну всем необходимым. Попытаемся все-таки разобраться вот в этой, почему эта проблема, почему вот этот танец с запозданиями и с преодолением, как чувствуется, что преодолевается какое-то внутреннее сопротивление. В чем это сопротивление? В чем его природа? Будет ли она продолжаться? Вот это я хочу обсудить с вами сегодня, но прежде всего о характере предстоящей военной операции. Вот довольно редкий случай, когда есть для большинства военных экспертов существует совершенно четкий маркер успеха или недостаточно успеха этой будущей военной операции, которая может развернуться в ближайшие критические недели, как было сказано, как это понимают в Белом доме. Этот маркер уничтожения Крымского моста. Потому что уничтожение Крымского моста будет означать, собственно, захлопывание всей крымской группировки врага в котел и методичное ее уничтожение дальнобойным ракетным огнем. Ну, для этого, конечно, необходимо диапазон огневого воздействия расширить с сегодняшних 160 километров до такого, который достает Севастополь и любые цели на Крымском полостове. Но я не сомневаюсь, что это так или иначе теми иными средствами будет сделано. Вот это приведет к бегству российской армии из Крыма. И вот все эти многокилометровые фортиликационные сооружения, никаких Севашев брать не придется. Просто группировка будет. Так же, как из Херсона ее выгнали артиллерийским огнем, так же будет и здесь. А потери, ну, возможно, и другие варианты весеннего наступления. Генерал Зауженный всегда рад озадачить противника каким-нибудь неожиданным ходом. Но если говорить о операции, которая бы имела одновременно такой громадный военный эффект, о нем я говорил, но еще больше политический, психологический и символический, то, конечно, разрушение Крымского моста и освобождение Крыма это произведет более шрамляющее впечатление на врага, чем, ну, например, освобождение Донецка. То есть это станет триггером неизбежных политических последствий. Ну, а второй вариант, на который надеется Москва, на который надеется Китай своим так называемым мирным планом, на котором надеется часть западного общества, политикам, вот так называемая партия непораженцев. Я расскажу о ней подробно. Это ограниченный успех украинской армии, потому что никакого российского успеха быть не может, в принципе. Это то, к чему готовят по спущенным методичкам российские пропагандисты, уверяя, что это будет локальный успех, не мешающий исход войны. Об этом они мечтают. О том, что в результате наступления украинцы сдвинут линию соприкосновения сторон в свою пользу, ну, продвинув ее максимально, скажем, до линии 24 февраля 22 года, но не освободив вся территория. И вот, исчерпав силу в этом наступлении, Украине придется согласиться с реальностью некого замораженного конфликта. Он заморозится не в результате соглашения мирного, а просто фактом того, что ни одна из сторон не смогла держать решающего успех победы в наступлении. И как-то вот война переходит в длительную стадию пассивного происстояния на линии соприкосновения в войну на истощение, которая устраивает и Путина, и очень устраивает, кстати, и Китай. Ну, а вот послушаем, что думает о сценарии победы такой крупнейший военный западный специалист, как большой друг Украины генерал Бен Ходжес. Включите, пожалуйста, пленочку с Ходжесом. Бахмут на самом деле – это история про Крым. Украинцам в течение девяти месяцев удается удерживать Бахмут. За это время они наращивали силы, которые собираются использовать в своем контрнаступлении. Оно, как я думаю, начнется уже через несколько недель и будет преследовать цель – изолировать Крымский полуостров, а затем, в конечном итоге, не позволит российским войскам оборонять Крым. То, что сделали ВСУ, потрясающе. Это стоило им огромных жертв, но они не привлекали силы, необходимые им для контрнаступления. Мы бы назвали это экономией сил – жертвы, позволяющие выиграть время для будущего наступления. Изоляция Крымского полуострова. Я думаю, это контрнаступление, вероятно, будет на очень узком отрезке фронта. Не все 900 километров, а очень узкий отрезок, чтобы пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать так называемый сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма. Затем можно с помощью установок «Хаймерс» и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим российским объектам на Крымском полуострове, чтобы вывести его из игры. Это начало конца для россиян в Крыму и, думаю, это необходимый шаг. Это приведет к тому, что Украина выиграет эту войну, возможно, к концу этого года, если мы предоставим то, что им нужно. Спасибо. Ну вот как нас учил любимый герой бывших советских людей Штирлиц, запоминается последняя фраза. И вот последняя фраза генерала была самая главная. Если мы окажем достаточную помощь. Так вот, давайте попытаемся разобраться, почему генерал еще должен ставить этот вопрос сегодня. Ведь он обращает это не к нам, он обращает к внутренней американской аудитории, он полемизирует с своими противниками. Ну, тем более, они никуда не девались. Сейчас свежая информация. Это письмо 19 конгрессменов, республиканцев к Байдену с требованием прекратить военную помощь Украине. Ну, письмо очень неубедительное, совершенно демагогическое. Примерно такие тезисы. Прекратить страдания украинского народа, гибнут люди, не надо разжигать конфликт, не надо поднимать уровень эскалации, нужно прекратить военную помощь, что побудит украинское руководство к переговорам и мирным соглашениям. То есть, давайте перестанем помогать жертве агрессора, поможем агрессору расправиться с ней безнаказанно, поможем военному преступнику, разыскиваемому Международным уголовным судом, продолжать свои преступления. Ну что ж, это отвратительное письмо, это плохая новость. Хорошая новость в том, что это письмо 19 конгрессменов. Это самые отъявленные трампистские негодяи, которые вот за ним повторяют вот эту самую жвачку. До самого паса хорошая новость в том, что такие, как абсолютно безумная вот эта Меджер Грин, ненавидящая Украину, стопроцентный путинский агент, сенатор Пол, Боже мой, как же его полова фамилия, забыл я его, как его зовут, это неважно, который либертарианцем себя все время позиционировал. Сейчас он записался на республиканский кокос. Не вылезал из Москвы, в Государственной Думе выступал. Ну, в общем, самое отборничье, трамповское дерьмо там собралось. Трамп лично каждый день повторяет, что Байден ведет мир к ядерной войне, его нужно восстановить, а я бы вот за 24 часа договорился с Путиным, отдав ему половину украинской территории. Так, хорошая новость, их только 19. До самого последнего времени, вот, было устойчивое число республиканцев в Конгрессе, которые голосовали против всех законопроект, законов о помощи Украине. Их было около 40. Так вот, тут 19, да это еще там среди них 3-4 сенатора зачесалось. Это маргинальная часть республиканской партии. Написали это письмо, ну, во многом, наверное, вдохновленное кремлевскими куратами. От отчаяния республиканская партия отвергает эту точку зрения. Республиканский эстеблишмент избрал иную стратегию в избирательной кампании. Если эти люди во главе с Трампом ведут избирательную кампанию, ну, республиканская оппозиционная партия всегда, по законам политической жизни, должна атаковать партию действующего президента. Один из важнейших вопросов, это вопрос Украины, вопрос войны в Украине. И есть две, два варианта избирательной кампании. Были до недавнего дня. Это Трамповский, атаковать Байдена за то, что он ведет в мир к янерной войне, если я поддерживаю Украину. И, наоборот, атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. И вот эту линию сейчас избрал республиканский эстеблишмент. Ну, ее давно придерживался и лидер республиканского меньшинства в сенате Майк Митчелл и сенатор Рубио. А сейчас эту точку зрения приняли новые лидеры, победившие республиканские партии в Палате представителей. В Палате представителей республиканцы имеют большинство, небольшое. Ну, и, кстати, они ожидали получить большинство, примерно, 20-30 голосов. Но как раз Трамп настоял на выдвижении кандидатов своей антиукраинской позиции, и они проиграли свои круга. Сегодня небольшое большинство у республиканцев, но оно позволило им избрать спикера парламента, спикера Маккарти. И ключевая позиция председателя комиссии по иностранным делам Маккол. Так вот, эти, такая молодая кровь республиканской партии, они заняли очень твердую проукраинскую позицию и критикуют Байдена сейчас за недостаточную поддержку Украины. Это особенно характерно для, и приятная неожиданность для Маккарти, который долгое время считался, ну, не по-украинскому, а по ряду других вопросов, таким близким сторонником Трампа. Ну, например, во время знаменитой для американской политикой день 6 января, когда утверждались результаты, утверждались полномочия выборщиков президента, и сторонники Трампа пытались его сорвать, Маккарти тогда был в Конгрессе, и он был рядовым конгрессменом и выступал на стороне Трампа. Так вот, сейчас Маккарти занимает очень четкую позицию поддержки Украины, и это официальная позиция республиканской партии, что очень поддерживает, конечно, проукраинскую фракцию в байденовской администрации. Это не секрет, мы об этом говорили целый год. Повторю я снова эти простые очевидные вещи, что в байденовской администрации при внешнем и таком единстве есть две школы, две точки зрения по вопросу русско-украинской войны. На вопрос цели Соединенных Штатов в этой войне они давно отвечают по-разному. Один это ответ Остина и Блинкина, победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление ее до такой степени, чтобы она никогда не могла больше повторить подобную агрессию. Это заявил Остин 24 мая в Киеве. Меня часто упрекают, что я повторяю какие-то вещи, но эта формула министра обороны Соединенных Штатов стоит, чтобы ее повторять как можно чаще. Но есть другая точка зрения, ее артикулирует известный нам помощник президента по вопросу национальной безопасности Селиван. Его точка зрения очень лукавая формулировка. Не поражение Украины. Сравните победа и не поражение. Если не поражение, не победа, это означает так называемая ничья. Вот эту ничью сейчас все время добивалась группа Селивана, ну, которой, видимо, принадлежит и Бернс, и Керри. То есть это не столько формула не поражения Украины, сколько не поражения России. Ну, по их точке зрения, Украина должна как бы одержать победу, но не решающую, не решающую. Вот если смотреть на сегодняшний сценарий, то они бы не приветствовали взрыв, уничтожение Крымского воста, а приветствовали бы, ну, такое продвижение удачных киевских войск, которое позволит Путину спасти лицо, предъявить, продать народу почетную ничью и сохраниться у власти. Зачем? Вот давайте разберемся, а какие аргументы, а какие аргументы вот о этой группе не поражения, не поражения Украины, и хватит дальше, не поражения, но не решительные, не надо решительные победы. Ну, они менялись время от времени, но давайте их как бы проинвентаризируем. Ну, наиболее часто четыре группы таких аргументов. Ну, самое популярное и длительного действия. Она работала не только в ходе этой войны, она работала последние 15 лет, начиная с мюнхенской речи Путина. Вот по этой формуле и было отказано. Грузии и Украине не просто членством НАТО, а даже вот этом ублюдочном ПДЧ. По этой формуле не было никакой серьезной реакции на войну в Грузии, на аннексию Крыма, на интервенцию в Донбассе. Это ядерный шантаж Путина. Это вот рассуждение, давайте не будем провоцировать Путина, а то черт его знает что, может он и ядерную бомбу сбросить. Ну, это отыгранный нарратив. Ну, потому что просто ни одно государство не может бесконечно отступать под действием ядерного шантажа. Но если бесконечно, ступать бесконечно, можно вообще и отдать собственное государство, и штаны отдать, и все что угодно. Постепенно все убедились. Но я об этом говорил 15 лет. Я повторю свои аргументы. Опять же, меня, может быть, будут опрекать в том, что я повторяюсь, но это важнейший вопрос. Есть три нет, по которым я уверял, Путин никогда не использует ядерное оружие. Ну, во-первых, особенно вот в контексте сегодняшней украинской войны, во-первых, это не имеет никакого военного значения, это не повлияет на ход войны, выгонанную сторону. Ну, предположим, завтра он совершит ужасное военное преступление, уничтожит украинский город. Вы знаете, мы знаем все, мир был потрясен этим опросом общественного мнения, где 89, по-моему, процентов украинцев ответили, что они в этом случае не оставят сопротивления, а еще с большей яростью будут уничтожать агрессора. Вторая причина, и она сейчас еще гораздо, еще более подтверждена американскими конкретными заявлениями и предупреждениями, это то, что его за это накажут. Ну, и американцев, я к этому призывал долгие годы, американцы это сделали, в конце концов, в начале октября, откровенно сформулировав на высшем уровне, какие последствия были в случае использования Путина ядерного оружия в Украине. Это уничтожение в течение получаса так называемого Черноморского флота, а в течение нескольких дней всей российской группировки в Украине огневыми средствами НАТО без вхождения даже его войск на украинскую территорию. Ну, это понятно, Путина было. Если 16 хаймерсов предоставлено летом этого года изменили всю стратегическую ситуацию на фронте и сделали вот необратимой вот ту ситуацию однозначного стратегического превосходства Украины, о которой мы уже говорили, ну, то, что делают, я не знаю, там, сотни тамагавков, десятки самолетов четвертого поколения, ну, все что угодно. Ну, и в качестве вишники на торт лично Путин объяснили, что его в этом случае убьют. Этот вопрос закрыт. Вот в среде республиканской партии, ну, это отражалось и в том же аппарате советника президента по национальной безопасности довольно популярна была такая идея до самого последнего времени. Наш основной противник – Китай. Это самый серьезный противник. Нам надо сосредоточить все свои усилия и дипломатические, и политические, и военные на Китае, а не отвлекаясь так много на Путина. А вообще идеально было бы Путина и перетянуть нам на свою сторону. Ну, как это гениально повторит формулу, гениальную формулу Никсона и Киснежа в 1971 году, когда они перетянули Китай на сторону Соединенных Штатов в конфронтации с Советским Союзом. Ну, а для этого придется, надо Путину тоже пойти на каких-то уступки в чувствительных для него обращах и не очень значимо для нас. Ну, вы понимаете, какие для адептов этой школы вопросы являются чувствительными для Путина и не очень значимыми для нас. Но вот эта школа рухнула буквально за последние недели. И этим объясняется вот это резкое изменение демократического всего истеблишного на республиканской партии. Ну, когда тот же очень популярный возможный скорее всего номинант на должность президента от республиканской партии губернатора Флориды Десантис на 180 градусов изменил свою риторику. Примерно месяц назад он неосторожно тоже высказался, что это какой-то пограничный конфликт там далеко от нас между Россией и Украиной, не затрагивающий клинный интерес нашей безопасности. Сейчас он говорит, что это его не так поняли или он оговорился и повторяет каждый день, что Путин военный преступник, сидящий на без наколонке и трясущий ядерной бомбой. Поэтому его необходимо остановить. Почему? Это надо благодарить товарища Си. Существив государственный переворот в Китае и покончив с правилом Дэн 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 Сиапина о сменяемости партийных воздействий, проголосив себя китайским императором, товарищ Си стремительно приступил к созданию своей мировой империи зла. Ну вот буквально несколько шагов за месяц на этом пути. Это очень существенное применение двух теократических режимов шиитского и Ирана и Сунидского Саудовской Аравии на собственно на антизападной антиизраильской основе под эгидой Китая. Второе это его визит в Москву, где он демонстративно выдал Путину в такой стилистике хана в Золотой Орды еруйк направление в Москве до 1930 года. Но снабдив этот еруйк конечно своими условиями. Это и те 14 экономических соглашений, которые подписаны и передают в полное распоряжение Китая, ресурсы Восточной Сибири и Дальнего Востока и еще более жесткое политическое сигнал. Это за неделю, это уже все знают наши слушатели, за неделю до поездки в Москву его Министерство природных ресурсов обвел карту Китая и соседних стран, где все населенные пункты на громадной российской территории от Валевостока до озера Байкал были названы исконными китайскими именами, которые они имели до аннексии этих территорий Российской империи по Айгунскому и Пекинскому договорах в 1858 и 1960 годах. Очень грамотно был выбран момент этой публикации, когда разыскиваемый уголовным судом военный преступник Путин отчаянно нуждался в какой-то международной логимитации и конечно Си просчитал, что никакой реакции от Москвы не последует этому. Это молчание стало молчаливым признанием таких грандиозных территориальных претензий Китая. Вот на таких условиях Пу стал членом новой китайской империи зла. Это быстро отреагировали в Вашингтоне и поняли, что это все иллюзии о том, что во-первых, хорошо бы там Путина на нашу сторону перетянуть и второе, они поняли, что вместе с своими большими ресурсами, в том числе и не последние ядерные ресурсы, какие-то у него остались серьезные военные технологии, ну во всяком случае в подводках. Вот зачем приезжал министр обороны Китая, он тридневные, три дня провел инвентаризацию своего вассала, а что из его стареющих технологий может еще пригодиться Китайской армии, ну конечно не военно-морской флот, там просто небо и земля в отношении сегодняшнего флота Китая и России, ну тоже самое в авиации, ну вот пожалуй подводные лодки, ну если считать частью морского флота подводную, и что-то может быть от ракетно-ядерных технологий, ну не говоря уже о тех громадных экономических ресурсах, поэтому американским стратегиям стало совершенно ясно, что да, как-то КСИ опасный враг, еще он стал более опасен, потому что он открыто взял курс на присоединение Тайваня военными средствами, то есть военные столкновения с Соединенными Штатами, как он призвал своих генералов не бойтесь войны с Соединенными Штатами, и в этих условиях отдавать в распоряжение Китая такой значимый ресурс, как Российская Федерация, уже невозможно, но самый болезненный удар по Китаю, именно по Китаю, который сейчас можно нанести, это разгром путинской армии, которая поведет и к уходу Путина от власти, и сделает возможным для Соединенных Штатов разрубить вот эту ось, ось зла Москва-Пекин. Это соображение тоже отпало. Что еще оставалось? Да, популярное, конечно, популярный был мотив, аналогичный, хорошо известный в Украине чикен-спич, цеплячь и речи президента Буша-отца в украинском парламенте в августе 99-го года, когда он чуть ли не серьезно призывал Украинский Верховный Совет, состоявший тогда еще на половину из коммунистов, ни в коем случае не объявляйте независимость Украины, гораздо лучше в составе обновленного Советского Союза с моим другом Горбачевым и так далее. Что так беспокоился за Советский Союз Буш? Ну, потому что американцев страшила неопределенность угрозы развала Советского Союза. Ну, прежде всего, что будет с ядерным оружием? Что будет с ядерным оружием? Что вообще произойдет на этой громадной территории? Так же и сейчас. Так же сейчас многие боятся с ядерным оружием как бы вопрос решен, я уже не говорил, но вообще это же решающая победа, унизительная победа путинского режима приведет к уходу от власти Путина и всей его группировки. Но останется же, да, говорят они, Украина выйдет на границу с первого года, но по ту сторону границы останется громадная территория. Вот они пугают одной и той же формулой на протяжении 11 часовых поясов там с опасными производствами, с опасным вооружением разразиться традиционно великая русская смута, гражданская война, это чревато большими угрозами всему миру. Ну так сейчас вопрос стоит очень простой. Или Путин остается у власти и вся страна становится продолжением Китайской империи, объявившим на войну, или какая-то возможная смута и какие-то возможные, да, возможные проблемы потом. Ясно, что основная угроза сейчас угроза поглощения России полного политическим, экономическим прежде всего военным смысле агрессии Китая. Это соображение тоже отпало. Ну что еще? Ну есть вот, его почти не произносят, но молчаливо я его чувствую. И знаете какая опасность? Часто возникает вопрос, давайте вот когда особенно уговаривали его украинцев, кстати, очень положительный момент заявления министра обороны Писториус, оно элементарно просто, элементарное разумное заявление, ну как же так, не стрелять по российской территории. А ведь до недавнего времени Запад ограничивал украинцев, самолеты поднимаются с российской территории, и даже не заходя на украинскую оттуда, сейчас потому что они боятся украинское привело оттуда еще с российского воздушного пространства расстреливают украинские города, а мы там не можем туда зайти. Ну, по крайней мере, вот продвижение в правильном направлении западного военного мышления в том, что вот это дурацкое ограничение снято. А в чем его смысл был? А вот, знаете, если мы будем стрелять по российским, российским, российской территорией, российским городам, базам, то мы можем спровоцировать Путина на ударом по натовской территории. Ну, хорошо, я спрашиваю, я просто, это конкретный разговор у меня здесь с собеседниками были в Вашингтоне, но так это же замечательно, это же активизирует статью пятую, и вы можете тогда всю эту путинскую шайку уничтожить там за несколько дней огнем с территории НАТО, так же, как вы ему обещали, в случае мы используем ядерную, да, но если это придется, это нам придется все-таки туда посылать самолеты, он не будет продолжать бить по нашей территории, у нас погибнут люди, может погибнуть там несколько сотен наших военнослужащих, мирных жителей в европейских городах, ну вот, это аргумент, это аргумент для западного сознания, они готовы выиграть эту войну, готовы помочь Украине выиграть эту войну, нам бы хотелось, чтобы они помогли более решительно, но неважно, принципиально этот вопрос в нашу пользу решается, но без правлития западной крови, вот собственно по этой причине, а почему Украину не принимают в НАТО, ведь она сейчас де-факто по своей функции украинская армия член НАТО, она единственная выполняет тот функционал, ради которого и создавалась НАТО 75 лет назад, это защита Европы от военных, восточных военных орд, так вот, Украина их и защищает, де-факто, в этом смысле она член НАТО, она получает серьезную помощь от НАТО военную, надеюсь, будет получать еще больше, в этом она тоже член НАТО, в чем отличие-то, отличие, что нет статьи 5, не задействована, заставляющая западных людей сражаться на территории Украины, проливать кровь и, может быть, даже погибать в этой борьбе за защиту Европы от варваров, вот, поэтому пока и не принимают, вот, когда Украина будет, она будет автоматически принята, потому что, по крайней мере, после победы Украины, на какой-то ближайший период, никакой российской агрессии не ожидается, пятую статью некоторое время активировать не надо, и пролитие западной крови не будет. Ну вот, такой запад со всеми его плюсами и минусами, как хотите. Ну вот, да, но есть еще причины, я, это традиционный американский изоляционизм, вы же помните, с какой трудом и президент Вудро Вильсон, и президент Фрэнкен Розвельт втянули, да, втянули Америку в первую и вторую мировую войну, и они сыграли решающую роль в победе европейских сил и в первую и Англии, и Франции, и России, которая сама отказалась от своей победы в первой мировой войне, и вторую. Большинство американского политического класса было против. Изоляционизм очень сильен, вот вся политика Трампа справа, это изоляционистская позиция, политика, вот этих, ну там осталось только 19 человек в Конгрессе, но еще более опасно левое крыло демократической партии, их изоляционизм, еще заряжается и усиливается такой их идеологией, их левой идеологическим отрицанием капитализма, имперализма, вот они видят Америка как виновной между предупрежденными народами мира, империалистической державой, все военные участия, которые это всегда преступления, поэтому они не столько даже против Украины, эти леваки, они против и за Россию, они против в принципе против американского военного вмешательства, где, ну вот в отличие от чисто изоляционистских и трампистских, еще на идеологических антиимпериалах, вот такой букет появляется, я вас почти запугал, но к счастью он потерял сейчас большую часть аргументации, и я уверен, что, но он еще существует, не дали же F-16, я думаю, что основная часть этих аргументов, она потеряла свое значение, очень важный вот этот переход, эстеблишмент, джебулканская, на позиции четко проукраинские давления на Байдена с этой стороны, что усиливает значительно внутри администрации проукраинскую фракцию, вот, так я вам долго это объяснял, и у нас, и у нас осталось, мы уже у нас, мы сегодня задержались, я извиняюсь, я забыл извиниться за техническую задержку, попробую пробежаться сейчас по вопросам, если, ну вот, вопрос, как вы цените визит Йенса в Киев, хочу в НАТО, спасибо, ну, кажется, о НАТО я все рассказал, Украина уже фактически в НАТО, де-факто в НАТО, она выполняет функцию НАТО, и вопрос, он встал совершенно в другой плоскости, если вот 15 лет вот эти просьбы о принятии в НАТО, это шла, это воспринималось как о некой услуге, которую Запад должен оказать, добрый Запад должен обеспечить безопасность Украине, которой угрожает страшный хищник, и поэтому принятие его под крылышко НАТО, а сейчас-то ситуация стоит другая, сейчас членство Украины в НАТО, это обеспечение безопасности Запада, это сильная, добрая, победоносная украинская армия, сокрушившая российского агрессора, вступая в НАТО, берет на себя еще обязанность и историческую функцию защитить Западную Европу от путинской агрессии, возможно, путинской любой другой агрессии, усиленной еще, возможно, китайской агрессии, нет другой европейской армии у НАТО и не будет, вот так стоит сейчас вопрос, поэтому технически я отвечаю так, да, об этом, ну, кстати, Йен Сторбек это прекрасно понимает, прекрасно понимает, и он максимально на нашей стороне, и все будет решаться на поле боя, вот эта победа, которая, тот сценарий, сценарий победы, так замечательно адресован, обресованный нам нашим другом Бен Хорншем, он и будет сценарием принятия Украины в НАТО. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, ваше мнение, если в Украине будет недостаточно воинов, или продолжение защиты Украины, решат свои партнеры, присылать своих солдат, или помощи, страшный вопрос, страшный вопрос, и правильный, ну, потому что, если бы эта помощь была, если бы вот на каждом этапе, вот я перечисляю, пять или шесть этапов была задержка над Джавелином, вы помните, еще была дискуссия о посылателе, не спровоцированном Путина, посылают Джавелином, Джавелином, Стингеров, Гаубец, Хаймерсов, Эбрамсов, и каждый раз эта задержка была в месяц, и такая возможность, она может возникнуть, ну, во-первых, давайте исходить из того, давайте будем исходить как из основного, из сценария Бена Ходжеса, но мне кажется, что есть страны, есть политики, есть страны целые, которые, если такая страшная угроза возникнет, они пришлют своих солдат и из солидарности с Украиной, и из интересов собственной безопасности, я перечислю эти страны, это Великобритания, это Польша, это Литва, это Латвия, это Эстония, возможно, Румыния, Словакия, но будем надеяться, что до этого не дойдет. Владимир, прошел очередный рамштайн, какая сейчас причина для отказа представления? Я ответил очень развернуто на этот вопрос, обрисовав все причины, все отговорки и все прибамбасы и комплексы западного сознания, и также, я надеюсь, достаточно обрисовал ту новую внешнеполитическую ситуацию в связи с возникающей угрозой создания Китая империя, которая в обозримом времени обнулит вот все эти так называемые причины. Не знаю, Александр, об уровне отношений министра финансов Елены Байли, искренне не знаю, я настолько поглощен здесь в Америке изучением военно-политических вопросов, что на финансовые не отвлекаюсь. Причины задержки простая и очевидная, кремлевские метастазы европейских и американских элитах, страшная и опасная болезнь, лишней, беспринципной либеральности кремлю. Да, это верно, это верно, и вот каждая из тех причин отговорок, которых я формулирую, она частично порождается этим, но часто это прикормленность, ну я бы мог пойти по фамилиям ветеранов Валдайского клуба, которые прикормлены просто Москвой, но у них, понимаете, у талантливых людей это все сочетается, с одной стороны прикормленность, а потом он себя объясняет какой-то логической схемой, что вот это следование путинской линии, оно вот отвечает каким-то там глубоким геополитическим интересам Америки или интересам всего мира и так далее. Хорошо, я думаю, мы должны оставаться оптимистами, Украина одержит победу и триггером и маркером этой победы станет уничтожение Крымского моста. Мы обсудим эту перспективу в одной из наших следующих передач. Слава Украине! До следующей встречи, дорогие слушатели! Продолжение следует... Продолжение следует...